Девочка-пай 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 И назначил нового генерального директора Аверианова Павла Михайловича, бывшего главу района. Узнав об этом, коллектив 90 человек из 100 написали заявление об увольнении и были приняты в наше хозяйство. На сегодня генеральный директор агрофирмы Андреевской не отдает нам документы на землю, купленную нами в собственности, и на технику. Собственники агрофирмы подали на нас в суд, чтобы расторгнуть те договора, которые были ранее заключены, за которые мы полностью рассчитались. Сейчас под угрозой срыва посевная кампания 2017 года, так как генеральный директор агрофирмы Андреевской говорит, что не даст нам засевать те земли, которые мы выкупили в собственность, и не даст пользоваться той техникой, за которой мы рассчитались. Все обращения к районам и областным властям не принесли никакого результата. Мы просим вас помочь разрешить нашу ситуацию. Александр Александрович обращается к вам в работе ИП Монобаевой, которая в бывшей работе агрофирмы Андреевской. Мы хотим довести до вас то, что агрофирмы Андреевской как таковой уже нет. Она осталась у нас на бумаге. И в агрофирме Андреевской осталась только аренда земельных участков с арендаторами на 25 лет заключенная. На данный момент, если сейчас не передастся имущество, купленное Монобаеву, и задержится вот эта аренда земли, которой мы не можем ее переписать на ИП Монобаева, чтобы сеять поля, то значит будет война между людьми, между рабочими. Потому что мы свою землю тоже не отдадим, свою аренду мы отдаем ИП Монобаеву. И независимо от того, что заключенная аренда, мы все равно не дадим агрофирме Андреевской ее сеять. Потому что нам тоже на что-то нужно жить. Мы уже обращались и разговаривали и с Минсельхпромом, и с представителем губернаторской администрации. То есть нас все слушают, но никуда дальше это не идет. Мы хотим, чтобы вы, Борис Александрович, разобрались и помогли нам наши проблемы. Борис Александрович, мы уже устали воевать. Осенью мы за свои поля воевали месяц, наверное. Уборку вовремя не убрали, под снег почти ушла. Технику старую подняли вот с колес. Наурзбек Анатольевич вложил в нее столько денег. А у нас хотят ее опять забрать. И так все забрали. Не знаю, если вы не поможете, будет война опять. Мы их на свои поля не пустим. Добрый день, Борис Александрович. Помогите, пожалуйста, в нашей несложной ситуации разобраться с этим. Потому что уже мы все пережили. И было Восточное, и Деоново Восточное было, и агрофирма Андреевская. Агрофирму Андреевскую мы с нуля поднимали. И животноводство у нас, Гирефорды были. И техника была новая. Сейчас Фёклый все забрал у нас. Осталась старая техника, у которой техники по 30 лет. Но мы руки не сложили. Мы технику восстанавливаем, ремонтируем. Скоро посевная. Мы занимаемся ремонтиром. Но будет срыв этой посевной, так как ведут себя олигархи в неправильном направлении. Помогите нам. Представители областной власти неоднократно приезжали в наш район. В ноябре месяце приезжал представитель мельсельхоза Челябинской области. Он обещал разобраться в нашей ситуации. В декабре представитель аппарата губернатора Челябинской области также посетил наш поселок, изучил нашу проблему и обещал сообщить нам о результатах ее рассмотрения. Но ответы мы до сих пор не получили. Борис Александрович, видимо, Ваши подчиненные не доводят до Вас ту проблему, которая сложилась в нашем поселке. И ту социальную напряженность, которая имеет место быть. Что весь наш коллектив, наши семьи, мы находимся заложниками этой ситуации. На сегодняшний момент, несмотря на то, что расчеты за хозяйство произведены полностью, мы не имеем возможности пользоваться землей, техникой, за которую мы произвели расчет. Все наши обращения к представителям как района, так и областной власти не принесли никакого результата. В ответ, вместо того, чтобы разрешить нашу ситуацию, мы все дальше и дальше заходим в тупик. Мы получаем судебное решение, налагаются аресты на наше имущество. И тому подобное ведутся противоправные действия. Олег Александрович, наш коллектив просит вас разобраться в нашей ситуации и помочь нам. Этой осенью последний скот вывезли в агрофирму «Калининская», не оставив ни одной головы. На сегодня вы видите, что племенное хозяйство по разведению гирефордов в Челябинской области осталось без скота, и все эти здания, помещения находятся, ну как бы, пустуют. Субтитры создавал DimaTorzok